Здравствуйте, меня зовут Валентин, я из Украины, из города Мариуполь. И около двух лет назад я приехал в Канаду. Еще раньше, наверное, три года назад я приехал в Торонто, проходил там языковые курсы, готовился к поступлению уже раньше в колледж. И потом я возвращался в Украину, и осенью, до 21 года я приехал в Лондон-Онтарио и начал свою учебу в колледже на программе Business Finance, которая изучает финансы. Больше всего, попав сюда, попав в учебную обстановку, меня, наверное, удивило, впечатлило то, что мои профессоры и люди, с которыми я работал, в период моего обучения действительно опытные и люди, те люди, которые пришли непосредственно из финансовой индустрии, которые знают тонкости, премудрости, которые готовы ими делиться и вводить студентов в финансовый экскурс, бизнес-экскурс, очень на высоком уровне. В начале учеба действительно была сложная. Первый семестр, второй семестр. Особенно первый семестр было тяжело так сразу взять и начать, потому что в какой-то мере сложности были из-за того, что тогда был COVID и не совсем просто было на онлайн обучение это все делать. Но также, конечно, языковой барьер. Было тяжело понимать, о чем говорят профессоры. Они быстро разговаривали, использовали не совсем те структуры предложений, речи, которым готовился я и в Украине, и даже на курсах подготовки уже в Канаде. Все равно это не такой простой, как это все в учебниках. Так что сначала было непросто, но по мере изучения, по мере внедрения меня в этот environment, мне становилось проще и проще. И уже, наверное, на третьем-четвертом семестре своем я мог бы сказать, что мне уже все практически понятно. Стажировка. Моя программа включает в себя стажировку, обязательную стажировку, без которой невозможен выпуск. Так что, да, я проходил два термо-стажировки, два периода по четыре месяца каждой с разрывом, с небольшим разрывом. Удивлением для меня было то, что колледж не предоставил мне место работы так вот и сразу. Мне потребовалось какое-то время, чтобы самому найти эту работу, но с первым моим копом мне достаточно повезло. Быстро на фэн-шоу-джоп-сайте я нашел эту позицию и меня очень быстро приняли. Это была налоговая компания здесь в Лондоне, в Онтарио. Проработал он четыре месяца, отличный коллектив, все понравилось, со мной связывался в течение этого копа мой коп-офицер, куратор, можно сказать, которая узнавала, как проходит мой коп, все ли меня устраивает, чему я научился, что и новое узнал, возможно. Она была на связи и все это узнавала. Первый колл прошел отлично, с вторым я опять же немножечко не угадал со сроками и поздновато его начал искать, но когда уже нашел... Кстати, тоже мне очень помогли в фэншоу-карьер-центре, помогли с поиском вакансий, буквально со мной искали эти работы. Так что мне это очень помогло. И когда нашел, это была компания, которая занимается дистрибьюцией всяких экспертственных фондов в дома престарелых. Это была онлайн работа, гибридная, но большую часть времени я просто сидел дома и при этом получал очень даже неплохую зарплату для студента, работая из дома. Так что мой колл прошел хорошо. Я слышал, что не у всех так все просто и хорошо получается. Так что рекомендую заранее начать поиск, ресерч свой, вообще изучить рабочий рынок. Требуется ли ваша работа здесь или где-то в другом городе, можете подумать заранее по поводу этого. Также во время даже учебы, если, возможно, есть желание выручить какие-то дополнительные финансы, то можно работать. У вас есть 20 часов свободных, чтобы работать в месяц, ой, в неделю. И вы можете, да, точно так же, как для коопа, только парт-тайм, не фулл-тайм, вы можете что-нибудь найти, какую-то подработку для себя и также заработать за денег. Я вот, например, тоже искал такую подработку, связался с индустрией мытья окон здесь в Лондоне и потом быстро понял, что можно даже что-нибудь свое придумать. И вот организовал небольшой бизнес по мытью окон, который мне принес даже какие-то средства и просто был интересный опыт, как минимум. Я просто потом все-таки начал двигаться на направлении своей карьеры, связанной с моей программой, но в целом это была неплохая подработка. По поводу сумм, которые вы могли бы заработать, о чем мы вообще говорим. Я думаю, мой личный опыт говорит о том, что, ну, мой первый кооп, например, был, я получал 17 долларов, второй кооп я получал 20 долларов в час. Не всем так везет, кто-то получает чуть меньше, но для подработки реально, если работать парт-тайм, даже где-нибудь, какое-нибудь закусочное, в темпорт-тенсе, в фастфуде и так далее, что-то, что просто найти, можно получать, думаю, от минималки от 15 долларов до 17-18 долларов. Достаточно просто. Когда я приехал в Лондон уже начинать учебу свою, у меня стоял вопрос жилья, думаю, как и у всех, как и у большинства. Где же жить? В резиденции, в фэншу, либо же искать хомстей, либо что-то свое арендовать. Ну, тут мне попалось объявление, Foundry First, это как бы приватное общежитие, находится прямо напротив фэншу, там могут жить как и студенты, так и обычные люди, ну, подавляюще большинство студентов все-таки, молодые люди. И я там нашел, собственно, свое жилье. До сих пор там живу, уже два с половиной года, все меня устраивает. Ну, опять же, зависит от человека, кому-то нравится, возможно, кому-то бы больше нравилось жить в семье, привычные для них обстановки. Кто-то предпочитает своих ровесников, им нужно общежитие, туда они могут выбирать, либо же опять фэншу резиденция, либо такая приватная резиденция, как у меня, например, либо арендовать что-то для себя. Есть разные варианты, но как бы я считаю, что в Foundry, где я живу, там достаточно дешево, соотношение цены и качества меня вполне устраивает. Я думаю, для студентов, наверное, потянуть аренду квартиры для себя, либо с кем-то делить, это будет проблематично и дорого. А вот еще из дополнительного варианта могу посоветовать найти друзей, найти какую-то компанию и снять, может быть, дом на всех. Вам будут встречаться во время вашего обучения, вам будут встречаться разные профессоры, разные работники колледжа. Кто-то может быть добрее, кто-то может быть не очень отзывчивый. Но нужно помнить, что все равно есть интернешнл центр, где, я думаю, большинство работников, сотрудников качественно выполняют свою работу, готовы оказывать поддержку студентам. Да и в целом профессоры, ваши кураторы, кто угодно, работники фэншу, я думаю, подавляющим большинством всегда вас поймут, выслушают, помогут. Так что не бойтесь обращаться. Если вы столкнулись с каким-то профессором, либо с каким-то работником, который, и вы чувствуете, возможно, какую-то несправедливость по отношению к вам, все равно, значит, идите, обращайтесь к кому-то другому. Не нужно думать, что всегда проблема только вас, и вы в чем-то виноваты. Попробуйте с кем-то поговорить. Я уверен, что вам помогут, что-то подскажут, посоветуют. В заключение хочу сказать, что нужно бояться, идти в Канаду. Я, мое личное убеждение, что однажды приехав в Канаду и приняв это решение, вы здесь не пропадете, и все должно складываться очень даже неплохо. А, в свою очередь, колледж всегда готов к вам помочь, и все его представители, так же, как и, я думаю, многие студенты, в частности, я, я готов вам что-нибудь рассказать, поделиться опытом, поговорить. Если у вас есть такое желание, вы можете со мной связаться. И удачи! Продолжение следует...